По выниках первого поугодия, 9 основных показчиков, доведенных у Радом Краины, Гомельская область выконала. Дарыши подобного поспеху досягнули только Брестский регион и город Минск. Основный показчик валовый региональный продукт перевыконан на омально 1% пункт. Ниже и за прогнозные только темпы в будовнестве. Добро спрацевал промысловый комплекс. Рост вытворчасти склав 102,7%. По выниках другого квартала наш регион у лидерах. Рост объемов производства в целом по области обусловлен значительным приростом в обрабатывающей промышленности, которая за квартал выросла с 95,1% до 103,2%, то есть более чем на 8%. Свою роль в этом сыграло постепенное восстановление объемов переработки нефти на Мозырском НПЗ. За счет этого обеспечена половина прироста ИФО по области. Вторую половину прироста или 2,8% пункта дала стабильная работа остальных предприятий. Значно перевыконаны показчики по экспорте товаров и послуг. У обо двух выпадках на 20%. Прамы и замежные инвестиции склали больше, как 85 миллионов долларов при прогнозе у 30. Новых рабочих местов так само створено больше запланованного. Это дозволило просолодковать амаль 1600 человек. Выконание всех прогнозных показчиков социально-экономичного развития в первом поугодии посприяло и стабилизации бюджета региона. У нас доходы увеличились, собственные доходы бюджета области по сравнению с прошлым годом, почти на 10%. Хотя, конечно, это пока недостаточно, чтобы решить все задачи, которые стоят перед бюджетом. Естественно, в такой ситуации основное внимание и основное направление бюджетных расходов это были социально гарантированные расходы бюджета. На социальную сферу за первое полугодие мы направили почти 70% всего объема бюджета. Сирот поставленных задач – забеспечить дальнейший рост заработной платы у Галинах. За выключением Брагинского и Жлобинского в районах и в областном центре покулят значается отставание от плану. Для широку буйных предприемств по ранейшему состоятся актуальные проблемы неплатежов за поставленную продукцию. Потребуя уваги и скорочение объема монтажно-будовнейших работ, прикладно, у полови районов в области. Усегеты и пытания, так само реализация инвестиционных проектов и распоряджение нерухомой майомыстю, будут под особливым контролем у другим погодзе. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель».